Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Я напомню, что сегодня мы говорим о том, как мы кого-то где-то забыли или потеряли. И, конечно же, особенно обращаем внимание на то, как теряли детей, когда они были маленькими. И у нас сейчас в гостях в студии психолог, педагог, руководитель филиала школы безопасности Стоп.Угроза. Стоп.Угроза. Именно. Елизавета Аверкиева. Да. Именно так я знаю, что надо ударение ставить. Привет можете мужу передать, который подарил вам фамилию. Доброе утро. Доброе утро. Как с утра себя чувствуете, как проснулись сложно для вас? Но я не потерялась, пока до вас дошла. Это уже хорошая новость, я считаю. С хорошей новостью и начали. Мы этому очень рады. С какого возраста необходимо начинать разговаривать с ребенком вообще о возможности, о том, что он может потеряться? Вот с того момента, как вы с ним начинаете посещать общественные места, вы с ним ходите за ручку на улице, в магазины. Мы одеваем ярко ребенка, объясняем, зачем мы это делаем, чтобы, знаете, как в природе, да, вот видно сразу ярко на фоне, там, не знаю, серых, черных курток, ребеночка в желтой, ярко-желтой шапке, ну, как я своего одевала, сразу видно. Или как вот у вас свитер просто чудесный будет. Так это мама, чтобы я не потерялся, сделала это раз. Конечно, страшно. А не будет ли так, что все в розовом, в ярком будут, вот как сейчас идешь в песочницу и говоришь, эсмеральда, и все эсмеральды, и только одна Маша сидит с именем, с таким. Не будет ли так, что в итоге один сейчас ходит в черной куртке, а остальные в ярком? Тут вопрос, как бы, вы же знаете, в чем ярком ваш ребенок. Еще хороший лайфхак, на самом деле, перед тем, как зайти в какое-то общественное место, допустим, вы идете в магазин с ребенком, в большой, вы берете фотоаппарат, ну, телефон, и фотографируете ребенка в той одежде, в которой он есть сейчас. Если вдруг он потеряется, да, ребенок был одет в такую-то одежду, чтобы вам не вспоминать, не бегать, не думать, показали, сразу люди вспоминают. А как ребенку говорить о том, что он может потеряться? Я вот, молодой отец, я не представляю, что я приду и скажу, Савва, ты можешь потеряться. Он еще, ему три года, ну, мне кажется, это очень обидно, ты можешь, в смысле, можешь потеряться. Пока ребенок маленький, ребенка должны быть обязательно в кармане номер телефона родителей, потому что есть правило детей, мы объясняем всегда, что ребенок стоит, если потерялся, взрослый ищет. Если ребенок побежит вас искать, везде-везде, ну, вы понимаете, так бегать можно очень долго. Поэтому у ребенка правила основные, мы просто закрепляем, даже через час будем с вами зарядку делать, давайте. Первое правило, стой, повторяем, посмотри. Это ему так запоминается лучше, да? Позови. Кого звать будем, кстати? Помощь. Какую помощь? Маму, папу? А, ну ладно. С кем шел-то? И позвони, позвони, если маленький ребенок позвонить сам не может, то у него всегда, вообще во всех карманах класть телефон. Я своему мелкому, когда мы были на отдыхе, там карманов особо не было, понимаете, просто писала на руке номер телефона, потому что, вы знаете, пляж делает, маркеры разные бывают. Есть татуировка. А еще от меня небольшой лайфхак, сейчас они стоят тысячу, где-то тысячу двести, это специальные вот эти вот часы. Он не может зайти ни на какие сайты, чтобы потратить деньги, и можно его найти. Они работают, но... Для совсем мелких есть еще браслеты, которые они не снимают сами, то есть они, в принципе, одной рукой его не снимут, они фиксируются надежно. Ребенок, ну, красивенькие там паровозики, цветочки, собачки, неважно, но номер телефона мамы зафиксирован. То есть ребенку просто надо показать номер, позвоните моей маме. Если вот даже вы там или вы подойдете к такому ребенку, он с вами уходить не должен. Почему? Ну, потому что вы незнакомый взрослый, какой бы вы хороший не были, а мало ли вы куда-то пойдем, я тебя довезу там в машине, да, пойдем маму поищем, и будете выходить. То есть, если я, молодой отец, хочу найти себе красивую девушку, я ее нахожу, отправляю ребенка туда, он говорит, папа, папа, она пытается ему помочь, достает мой номер телефон, она мне дозванивается, я получаю ее. Интересный лайфхак, я не думала про это, но, возможно, да, так тоже можно попробовать. У каждого свои проблемы, поэтому вы и психолог, и к вам с ними не приходили. Я поняла, да, ну что он. Если ребенок совсем маленький и не может объяснить, что он потерялся, что в этой ситуации делать? Как быть? Ребенка, еще раз учим, да, у него, если есть номер вашего телефона, то это вот то, что должно быть. Он совсем маленький, он потерялся. Маленькие дети, конечно, они пугаются, что они начинают делать, они начинают плакать, но в любом случае они привлекают к себе внимание. Мы же понимаем, стоит маленький ребенок, мы не можем пройти просто мимо. И у такого ребенка первый вопрос. Ты потерялся? Да. Есть телефон мамы. Он вам, браслет. Ага, все, отлично, берем телефон, звоним. Вот если нет телефона мамы, тут ситуация уже посложнее. Но тут опять же мы стоим вместе с этим ребенком, на месте никуда не двигаемся. И ждем, пока мама там набегается, прибежит. Если через какое-то время мамы нет, звоним в полицию. Ситуация посложнее, я бы все со временем встала. Несмотря на то, что раньше не было телефона, могли все равно найти и отдать этого ребенка. Сейчас, подойдя в торговом центре к чужому ребенку, ты еще тысячу раз подумаешь, а не будет ли тебе за это что-то, потому что многие, правда, сходят с ума уже ведь. Ну вот именно поэтому с ребенком, с чужим не надо никуда ходить, не надо с ним никуда передвигаться. Достаточно подойти, как говорил Мать Боджиксон. Ребенок стоит, взрослый еще, то есть взрослый, с которым пришел ребенок, его близкий взрослый, явно ребенок не один у вас в трехлетнем возрасте пришел в торговый центр. Мы же понимаем, что с ним есть там бабушка, дедушка, мама, папа, неважно. У меня коллега была недавно в большом торговом центре, за полчаса пять раз терялись дети. То есть объявления звучали о том, что потерялся ребенок. Разные дети. В смысле, это один и тот же? Нет, разные. Он его находит и тут же теряет снова. Вот так вот. А если вдруг это произошло не в торговом центре, не в закрытом помещении, а на улице, что делать? Если это произошло на улице, то тут надо понимать, опять же, ребенка ориентирован на то, что твоя помощь – это взрослые. То есть если ты видишь взрослого, ну вот опять же, да, вот если бы выбирать из вас двоих, я бы так с ребенком прямо на улице так примерилась, наверное, все-таки я бы к женщине сориентировала ребенка подойти, без обид. Без обид. Но тем не менее, да, обращаемся к женщине, еще лучше женщина с детьми. И та же самая схема – позвонить маме. То есть я никуда с вами не хожу, там, даже если я знаю, где я живу, для вас первый звоночек, вот как для взрослого, номер телефона родителя. Знаешь? Отлично. Звоним на месте, никуда не уходим. При этом мы все тренируем с детьми, чтобы они поговорили сами, с мамой, с папой, то есть услышали голос, а не так, что «Ой, я тут поговорила с твоей мамой, она там у аптеки стоит, пойдем с тобой дойдем». Нет телефона. Не помнит, где живет, не знает. А в детскую комнату его? Полиция, да. Отправляем в детскую комнату, здесь, слава богу, всегда правильное дело. Вызываем полицию, ждем, стоим, то есть никуда не уходим. Ну, как-то так. Как себя успокоить? У меня ни разу этого не было, но я просто представляю, потеряя я ребенка где-то, мне кажется, помогать нужно будет не ему, а мне. Маску на себя, да, это важное правило, маску на себя, потому что мы очень часто, когда это все происходит, мы к этому не... Сейчас правило работает по всему миру, маску на себя. Да, маску в любом случае на себя, хоть фигуральным, хоть буквальным, но речь идет о том, что дети, они считывают информацию через нас и, видя, что мы испугались, ребенок испугается в кубе. То есть у него эта ситуация может просто закрепиться, как травма, и потом это будет вообще боязнь выходить куда-то одному. Ну, представьте себе, да, у вас ребенку 16 лет, он до сих пор ходит с вами за ручку. Но так как-то страшно немножко звучит. А тебе 19, это очень страшно. Еще раз, как мне сказать своему ребенку о том, что бывают случаи, когда ты можешь потеряться, в этот момент стой. Ну, как мне это сказать? Если вдруг поймешь, что меня нет, стой на этом месте, я приду обязательно. Я знаю, где-то примерно так нужно говорить, чтобы у него не было травмы-то. Еще раз, мы говорим, у нас есть четкий алгоритм, дети его усваивают просто на раз-два. Давайте еще раз. Стой, посмотри, есть ли вокруг родные твои взрослые. Позови, например, мама, папа, и позвони. Есть телефон у тебя, звони сам. Нету телефона по России у прекрасной симпатичной тети с ребенком, если она есть. Замечательно. Спасибо большое, Елизавета Аверкиева у нас в гостях. Была, рассказала очень полезные вещи. Педагог, психолог, руководитель филиала Школы безопасности Стоп-Угроза Екатеринбург. Надеюсь, все записали, запомнили эти полезные советы. Ну, а прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь.